Снег зимой естественное явление, а в Лобинске даже редкость, но всякий раз он добавляет работ для специалистов коммунального хозяйства. Лично у меня сегодня не было претензий к качеству дороги, когда я ехала на работу, думаю и другие автомобилисты оценили заботу коммунальщиков. Как организована расчистка дорог и тротуаров в Лобинске? На этот и другие вопросы сегодня отвечает начальник отдела ЖКХ администрации Лобинского городского поселения. При каком уровне осадков рабочие саночистки приступают к очистке снега на дорогах? Ну у нас по городу осадка уровень выпал от 30 до 50 миллиметров, то есть город-то большой, у нас в какой-то части чуть больше, в северной, там в южной чуть меньше, поэтому вот такая. Из того объема, который заготавливался в преддверии зимы песчано-соляной смеси, сколько уже израсходовано, вот середина зимы в принципе? В общей сложности? Ну давайте скажем так, вот на сегодняшний момент за ночь израсходовано 150 тонн. Сколько сейчас, вот в данный момент, я не могу сказать почему, потому что работы еще ведутся, еще они не завершены. Это только могу чуть позже. Перед этим были, когда у нас выпадал снег с пятницы на субботу, там в порядках 120 тонн, в какой-то момент 70 тонн. Все было зависело именно от осадков, но песчано-соляная смесь у нас есть, мы готовы, то есть ничего страшного. То есть снег еще может быть и в марте, но запас достаточный? Да, запас у нас достаточный, поэтому мы готовы и спокойны. Нужба соночистки в каком случае уже обязана приступить к очистке дорог? При каком толщине снега? 2-3 сантиметра? Нет, но у нас, смотрите, как организовано, у нас организовано круглосуточное дежурство, то есть у нас круглосуточно 15 единиц техники стоят на готове в любой момент. Дежурство, организованное ИТРовского именно состава, которые дежурят также круглосуточно, и они принимают решение. То есть они смотрят по состоянию, осадки пошли, они начинают собирать ребят, то есть по необходимости, сколько им численность необходима. И в связи с этим принимается решение. То есть если у нас осадков выпадает не сильно много, то идет подсыпка песчаной-соляной смесью по дорогам. Если уже начинает больше, то у них также идут отвалы, которыми они расчищают дороги. Ну вот сегодня в какое время приступили к расчистке и сколько было задействовано техники и людей? Ну сегодня, вот на данный момент у нас ночью было задействовано в районе где-то 11 единиц техники. С утра, когда пошел второй этап снега, то было привлечено еще 5 единиц техники. То есть с этих 11 кого-то сменили, кто-то пошел, потому что началось нас осадки, по-моему, в 7 вечера вчерашнего дня, и ребята нужно было передохнуть. Поэтому было принято решение, оставалось 5 единиц техники, которые в принципе справились со своей задачей. Приоритет в этом случае отдается каким улицам, где прижить его чистят, а где, собственно, вообще техника ваша не работает, на каких участках дорог? Ну у нас приоритеты отдаются все, естественно, асфальтобетонному покрытию дорог. То есть у нас, в принципе, все улицы, которые в асфальтобетонном, мы зачищаем. То есть проходят, это в среднем где-то выходит 86 километров наматывается. Что касается расчистки тротуаров, я хочу, чтобы вы пояснили, где чистят предприятия, где уже задачи управляющих компаний. Управляющие компании очищают именно где многоквартирные дома. То есть дома, которыми они управляют, они должны и обязаны производить очистку именно дворовой территории и придавовой. То есть вблизи лежащей до дороги тротуары относятся к ним. То есть если сегодня где-то у кого-то было скользко возле подъездов, то здесь нужно именно претензии предъявлять управляющим компаниям? Конечно, да. Потому что управляющие компании нам отчитывали, что у них песчано-соляная смесь готова. Они готовы 100% к осенне-зимнему периоду. И это их непосредственная обязанность очищать около подъезда. Сегодня мы увидели дворников, рабочие работали в центре города, расчищали сквер. Где еще можно увидеть людей в оранжевых жилетах? Оранжевых жилетов можно увидеть по всему городу сейчас. Потому что очищались сегодня не только, очищались и парки, скверы, площади, очищались тротуары, очищаются остановки. И работы еще ведутся, еще не закончены. Ну, небо уже и разъяснилось, снегопадов не будет. Что бы вы по прогнозу смотрели? По прогнозу смотрели бы морозы. Но морозы тоже это не очень есть хорошо, потому что вот вы понимаете, сейчас мы как бы расчистили, появляются лужи. Солнышко припекает, а это гололед. Поэтому 100% сегодня к вечеру будут организованы работы, опять-таки же, по остановочному комплексу, по дорогам, чтобы, не дай бог, поприхватывать, чтобы люди не подскользнулись, не попадали. Ну, вы довольны работой предприятия «Саночистка» вот в таких погодных условиях? Да. Спасибо. Продолжение следует...